Когда пришел Иисус, Он изначально представлял все человечество, не только евреев, но и язычников, потому что Он пришел, чтобы взять на Себя грехи всего мира. Так что Он пришел за всеми. Ну что же, Он вошел в крест, символизирующий нас, и мы умерли вместе с Ним. Он сошел в могилу в ад, и мы отправились в могилу вместе с Ним. А потом Он воскрес из мертвых, и мы воскресли вместе с Ним. И как символ это произошло в день воскресения. Если ты прочтешь 14 главу Евангелия от Иоанна, то увидишь, что в ней описывается то, что должно было произойти. Иисус собирался умереть и вернуться, чтобы они могли быть сам, где был Он. Сейчас Он говорит о большом количестве особняков. Ну что же, традиционно речь идет о небесах или о том, что Иисус отправляется на небеса. Мы все отправимся с Ним на небеса, и Он построит для нас эти особняки, в которых мы сможем жить. На самом деле здесь говорится совсем не об этом. На самом деле этот отрывок в начале 14 главы Евангелия от Иоанна был посвящен брачным отношениям. Я пойду и приготовлю для тебя место. Вот что жених сказал бы невесте при их обручении. Он бы пошел и построил дом, пристроенный к дому отца, а потом они бы переехали и жили в этом доме, когда поженились. Так вот о чем на самом деле шла речь. Значит, Бог собирался привести нас к отношениям через Иисуса Христа, который предложил нам брак. Мы собирались стать невестами, и поэтому Иисус подготовил нас к тому, чтобы мы стали местом, где будет обитать Бог. Это действительно то, о чем здесь говорится. Я пришел, чтобы подготовить тебя к тому, чтобы ты стал местом, где мы сможем жить вместе. Так что там, где нахожусь я, можешь оказаться и ты. Он сказал, я в отце, а отец во мне. То в тот день ты узнаешь, что я в тебе и ты во мне. И этот день был днем воскресения. Значит, в день воскресения он был воскрешен. И он вернулся к своим ученикам, и он подул на них, как записано в Евангелии от Иоанна, Святым Духом, и они получили Духа, и они, как ученики, были первыми рожденными свыше. И они были первыми рожденными из всего человечества, которые теперь мы, один новый человек во Христе, не еврей, не язычник, все мы, одно новое творение во Христе. Значит, это действительно произошло, и все человечество ожило во Христе. Итак, в 15 главе послания к Коринфянам говорится о том, что когда все умерли в Адаме, все ожили во Христе. Так вот, что на самом деле произошло. Все мы были рождены свыше, и теперь у каждого есть свой дух. Так что теперь их дух может воссоединиться с Богом и со своей душой, как только они осознают, что Иисус уже сделал. Так в чем же заключается Евангелие? И вот тут-то, я думаю, люди и начинают неправильно понимать суть проповедуемого послания, которое было довольно суровым, почти осуждающим, а не благодатным. Но Евангелие это осознание того, что Иисус уже совершил. И Иисус умер за нас, мы умерли вместе с Ним, и своей смертью Он победил грех, нашу утраченную идентичность и ад, и Он победил смерть воскресением. Поэтому смерть больше не причиняет никакого вреда. Это хорошая новость. Итак, хорошая новость заключается в том, что Бог явил миру жизни бессмертия благодаря тому, что Он сделал. И Иисус примирил весь космос. Итак, во втором послании к Коринфянам 5.19, Бог был во Христе, неотделенный от Него, примирил с собой весь космос, не считая никаких их грехов или прегрешений против них. Так что это хорошая новость. Значит, примирение состоялось первая или вторая глава послания к Колосинам, где говорится о том, что все сущее было создано им для Него, через Него, и Он примирил все сущее кровью Креста. Итак, то, что сделал Иисус, завершило работу, но люди должны осознать, что Он сделал, и прийти к согласию с этим. Это и есть обновление разума. Не приспосабливайся к этому миру, но преобразуйся, обновив свой разум. Когда мы приходим к согласию с реальностью того, что уже сделал Иисус, это становится реальностью в нашей жизни. Но я думаю, что то, как Церковь преподнесла это послание, никому не принесло пользы, потому что они преподнесли его так, ты отделен от Бога из-за своих грехов, ты еще не примирился с Богом, поэтому тебе нужно помолиться или креститься, или совершить таинство, чтобы Он мог спасти тебя. Нет, ты уже спасен. Все уже спасены. Все уже рождены свыше. Они просто еще не осознают этого. Когда они осознают это, это становится реальностью в их жизни. И если мы сможем донести до них мысль о том, что Бог уже любит людей, значит, Он уже действует в них. Следовательно, Он не снаружи, а пытается проникнуть внутрь. Он внутри пытается выбраться наружу. И вот я стою у двери и стучу. Это реальность того, что Бог внутри нас, но мы должны открыть дверь, чтобы позволить Ему наполнить нас. И это тот процесс, в который мы как бы вступаем через это. И так все уже сделано. И это удивительно хорошая новость. И нам не нужно ничего делать, чтобы это произошло. Это уже произошло. Откуда я знаю, что это правда, потому что именно это, как учил Павел, случилось с ним самим. Павел описывает то, что произошло с ним на дороге в Дамаск, и на дороге в Дамаск он раскрывает, что Бог открывал, что Иисус уже был в нем. А потом он сказал, кто ты, Господь. И Иисус сказал, я и есть Иисус, которого ты преследовал. И тогда Иисус сказал, я пытался сделать тебя своим учеником, но ты сопротивлялся этому, руководствуясь своим собственным религиозным пониманием. Павел получил полное откровение и следовательно затем проповедовал послание о включении, потому что далее говорится, вы не прочтете это по-английски. Но в греческом оригинале на самом деле говорится, что Павлу было дано это послание, он проповедовал то же самое, что и сам пережил, что Иисус уже был в нем. Он просто не знал об этом и сопротивлялся этому. Значит, он уже есть в каждом человеке. Нам нужно, чтобы они осознали это, чтобы они могли позволить Богу Иисусу наполнить их и таким образом впустить Отца. Итак, вот я стою у двери и стучу. Это внутренняя дверь, а не внешняя дверь в нас. Но Бог уже находится в нас в этой области жизни. Первая любовь, где нам просто нужно открыть врата первой любви и впустить его. Так что это совершенно другое понимание того, чем на самом деле является Евангелие. И это действительно хорошая новость, потому что Бог уже все сделал, и нам просто нужно, чтобы люди осознали тот факт, что Бог уже работает в них, уже любит их, уже принимает их. Хочет, чтобы они знали, что Он не собирается наказывать их вечно, теперь мы хотим, чтобы люди узнали об этой любви прямо сейчас. Мы не хотим ждать, пока они умрут, и тогда они узнают об этой любви, потому что смерть — это еще не конец выбора. Иисус всегда рядом, Он хочет, чтобы мы сделали этот выбор, чтобы мы вошли в Него. Так что надеюсь, это даст тебе некоторое представление о том, что происходило раньше, что делал Иисус. Он победил грех и смерть, и, конечно же, отправился туда, проповедовал благую весть и повел пленников. Таким образом, Он опустошил преисподнюю и привел всех в Царство Небесное. И когда Он пришел, воскрешение тех, кто уже умер, было завершено. Теперь нам не нужно умирать. Так что в некотором смысле мы не ожидаем будущего воскрешения. Мы уже приняли участие в том, что сделал Иисус, потому что сейчас мы живы и воскресли. Наш дух жив для Него, и нам просто нужно войти в Него.